Взгляд из Венспилса Взгляд из Венспилса Венспилс 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 жителей. Мы получаем списки, которым компенсируют теплоэнергию. Не надо стесняться. Надо идти и использовать эту возможность. Также, если нет полной суммы, можно договориться и платить по частям. Мы всегда идем навстречу и не подаем сразу в суд, а рассматриваем каждый случай отдельно. Потребление тепловой энергии каждым жилым домом является переменной величиной. На нее влияют не только температура воздуха, порывы ветра и влажность, но и теплостойкость здания, режим температуры отопления и горячей воды, установленный в индивидуальном отопительном теплоузле. Также влияют и другие факторы. Поэтому потребление тепловой энергии, а также плата за отопление в разных зданиях отличаются, несмотря на то, что для всех клиентов предприятия Венсплс Силтумс применяется один и тот же тариф. С 1 марта Венсплс переходит на летний режим содержания улиц и начнется регулярная уборка проезжей части с помощью специальной техники. Для обеспечения требований качества и чистоты механизировано проезжей части чистят ежедневно, если позволяют погодные условия. В летнем режиме также возобновится ежедневный уход за велодорожками. У нас погода очень изменчивая, особенно рискованная, где примерно ноль, там маленькие минусы, маленькие плюсы, ветер и так далее. Тогда бывают случаи, особенно ночью, под утро, где бывают скользкие участки отдельных улиц, мосты. Надо, конечно, всегда за ними следить, какая ситуация. Но с 1 марта комбинат переходит на режим дежурной. Часть техники будет ночью, выходные и праздничные дни целый день или целые сутки, скажем так. И в случае необходимости, если прогноз будет такой, что необходимо опасаться, то вернем зимний режим на какой-то момент, на день, на два, если будет необходимо. В летний период механизированная уборка улиц проводится при среднесущной температуре воздуха выше плюс двух градусов и при благоприятных для работы погодных условиях, то есть при отсутствии обильных осадков. Два года назад в Венсполс приехали первые беженцы из Украины, где 24 февраля 2022 года началась война. Венсполс, как и многие европейские города, сделал все, чтобы украинцам было где жить, что есть и чтобы они чувствовали себя в этой непростой ситуации как можно комфортнее. За два года состав украинцев в Венсполсе менялся, но их число оставалось на одном уровне. Сейчас в Венсполсе проживает порядка 530 граждан Украины. Большая часть украинцев снимает жилье, а 188 человек проживают в служебной гостинице Венсполской высшей школы. Решение о бытовых вопросах у тех, кто проживает в гостинице, уже налажено. Люди уже стабилизировались. Приезжают только либо родственники, либо те, кто просят защиты, приезжая из другой страны. Мы наблюдаем тенденцию, что из Украины уже так много людей не приезжает, хотя есть и оттуда. Но это в основном родители, которые приезжают с территорий, на которых идут бои. Это Харьковская область, Херсонская, Запорожская. Дети стараются забрать оттуда своих родных. Большому числу украинцев уже некуда возвращаться. Они смирились с ситуацией и стараются прижиться в Латвии. Учат язык, работают, занимаются тем, что им нравится. Люди интегрировались. Сначала мы больше кучковались, создавали общину, чтобы сплотиться, помогать друг друга. Сейчас же я вижу, что люди хотят уже самостоятельно организовывать свою жизнь. И мне эта тенденция нравится. Изначально я ставила именно такую задачу перед собой – сделать так, чтобы люди были самостоятельными, чтобы могли решать вопросы сами. Лично я уже приспособилась. Мне тут все нравится, подходит. У меня есть работа по специальности. Я хожу на курсы. Ну, А1, А2, с Нокарто и Адиви. Скоро буду посещать Б1, БВИНС. Замечательно. А кем по специальности? Я учитель музыки. Работаю в двух музыкальных школах. Пил тене, таргале. Учу латышских детей на латышском языке. Ух ты! И как? Удается найти общий язык? Ну, поначалу было очень тяжело. Но у меня попадались детки, которые знают русский язык. И вот они мне даже подсказывали слова. Я записывала. У меня листок такой. Я туда записывала. Выучила это все. Летый, грудый, мацый, тез. Но если у тебя есть желание, ты прикладываешь усилия, то все выполнимо. Алена Воробьева приехала в Венспол с сыном 8 марта 2022 года. Прошло чуть больше месяца, и она устроилась на работу. Сначала в пансионат Селга, а затем в Венсполскую больницу медсестрой. Было сложно, потому что у меня есть медицинское образование, но я вообще массажист. И дома у себя работала только массажистом. А тут я приехала только с дипломом, но никакого навыка не было. Поэтому приходилось учиться. Ну, именно учиться. Все делать заново. Капельницы, системы, катетеры, кровь. Все. Ну, ничего. Сейчас, в принципе, все нормально, все получается. А сколько тебе лет, Ярослав? Восемь. Так ты в каком классе получаешь? Во втором. В Украине. Я учусь в школах в Украине и здесь. Ты удаленно тоже учишься. Мне кажется, это большая нагрузка. Тешево? Да. За один день учат домашки. Марина с двумя детьми тоже приехала в марте 2022 года и уже в конце марта устроилась на работу на завод «Малмаршит». Я работаю маляром. У меня мужчины одни в цеху и одна я у них. А до этого какая специальность была? Я вообще обеспечивала мир интернетом. Ну, я слаживала. С интернетом была связана у меня дома работа. Ну, это было совсем другое. Это было чистое. Это был белый халат. Это было, ну, совсем все по-другому. Это было не физически, а больше как бы умственно. Ну, сейчас вот так. Ну, мне нравится моя работа сейчас. А я учусь во второй виду в школе. Латышский мне не сильно очень дается, но с английским у меня все идеально. Венсполская социальная служба оказывает поддержку украинским беженцам, предоставляя все виды социальных услуг и пособий, которые полагаются жителям города. Особых дополнительных льгот у них нет. Единственное осталось то, что на государственном уровне определена категория, которая может получить какую-то помощь. Например, не платить за жилье. За него платит государство. Мы оказываем помощь в рамках обязательных городских правил, и эту помощь может получить любой житель города. Жилищное пособие у нас в месяц получает около 30 семей, но надо понимать, что их больше. Это только в месяц, потому что у каждого интенсивность поддержки заканчивается в свой определенный срок. А социальную помощь постоянно в Венсполской социальной службе получают около 200 человек. Это люди с инвалидностью, мамы с маленькими детьми, которые не могут работать. То есть причины, по которым они получают помощь, объективные. По словам Ирины Губарчук, Венсполщанам удалось оказать радушный прием украинцам. А украинцам удалось влиться в местное общество, и благодаря поддержке горожан чувствуют они себя здесь, как дома. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова